В Ненецком округе продолжается отборочный этап седьмого национального чемпионата Обилимпикс. Кто участвует в состязании по профессиональному мастерству и в каких компетенциях, расскажет Василий Хатанзийский. Старательно вышивая крючком, Галина демонстрирует один из первых этапов создания пинеток – мягкой обуви для детей. Молодая девушка уже второй раз принимает участие в национальном чемпионате Обилимпикс. Долго готовились. Каждый день ходили, вязали. Сначала не очень получалось, потому что надо было нитки прятать. Очень долго прятала их нитки. Потом получалось уже. Укладывалось во времени. Усердная подготовка к чемпионату дали хороший результат. Сейчас Галина представляет на суд жюри детские пинетки ручной вязки. Занятие рукоделием – одно из самых кропотливых дел. Чтобы создать один декоративный ботинок, нужно прошивать его в несколько этапов. Сначала делается подошва, потом идет вот эта часть. Получается вот эта вот красивая линия. Потом идет переход цветов. По нему надо будет ориентироваться, как делать убавку, чтобы получилась такая горочка. Потом начать делать столбики. Помимо компетенции вязания крючком есть еще семь направлений. Одно из них – предпринимательство. Виталий Хабаров принимает участие в чемпионате уже третий раз. Но именно в этой компетенции впервые. Мы представляем бизнес-проект по производству варенья из морожки. Почему? Потому что морожка является брендом нашего региона. И ту морожку в той консистенции, в том составе, который растет в Нейском автономном округе, нигде на территории Российской Федерации вы не получите. Кроме того, важное преимущество любого бизнес-проекта – это срок его окупаемости. Так как минимальные затраты, необходимые на производство, у данного бизнес-проекта – минимальные сроки окупаемости. Идея пришла Виталию случайно. Главный акцент при выборе специфики бизнес-проекта молодой человек направил на эксклюзивное преимущество Ненецкого округа. Наша задача была сделать проект, который, скажем так, жюри заинтересует, в какой-то степени может быть даже озадачит. И поэтому было выбрано именно производство того продукта, который мы можем получить только на территории нашего региона. Для первого раза Виталий, участвуя в компетенции предпринимательства, просто приценивается и строит планы, как правильно создавать бизнес-проекты на следующий чемпионат. Сейчас моя задача – это правильно адаптироваться, сделать выводы, учесть ошибки. Потому что, кстати, вот сейчас эксперты, перед которыми мы защищались, сказали такие достаточно важные направления, в которых необходимо проработать этот проект, скажем так. Учтем, посмотрим и будем дальше уже работать. Испытания на площадках проходят с соблюдением всех эпидемиологических требований. Также в связи с ковидной ситуацией состязания чемпионата проходят в новом формате. В период пандемии право провести отборочный чемпионат передано регионам. Соответственно, в этом году, как и в прошлом году, участники проходят отборочные соревнования на региональных площадках. Все регионы, все площадки по компетенциям обустроены у нас в Нинском региональном центре развития и образования. И они проходят, транслируются в прямом эфире на канал YouTube, где уже жюри, профессиональное жюри отборочного чемпионата оценивает все их действия. По итогам отборочных соревнований будет определён состав команды региона на седьмой национальный чемпионат об Олимпийс 2021, который пройдёт с 16 по 18 ноября в Москве. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.